Я Владимир Иванович и приветствую вас на своем столярном канале. Очередной фильм для начинающих мастеров. Сегодня буду изготавливать простую столярную работу в рамочку для фотографии. По методу крепления рамочки можно разделить на три группы. Первая группа – стеновое крепление. Рамочка укрепляется на стене. Вторая группа – рамочка устанавливается на рабочий стол руководителя. И третья группа – рамочка устанавливается на мебель. Обычно это книжные полки или мебель. И рамочка устанавливается на мебели сверху. Сегодня буду изготавливать именно такую рамочку. Обычно для установки таких рамочек используют дополнительно обувные коробки, используют какую-то посуду, чтобы установить эту рамочку. Наиболее приемлемый вариант это сделать красивые боковые подпорки и установить рамочку на мебель. Итак, сегодня очередной фильм для начинающих мастеров. Рамочка для фотографий с боковыми креплениями. Смотрим. Снова покажу немножко в работе фрезерный стол, фрезерный станок самодельный, потому что очень мало еще эпизодов, подписчики интересуются. Итак, друзья, фрезерование обычным способом, подача на фрезу. Иногда, друзья, я устанавливаю подачу, делаю отсюда, от оператора, где я стою. Тогда разворачиваю упоры. Это простой и безопасный способ, который я буду выполнять сегодня. Я установил 4 прижима на столе и 2 прижима сверху. Установил для того, чтобы посмотреть. Потому что в работе без прижима, в любом случае, при перехватке руками сыграет человеческий фактор, и где-то должна быть неровность при фрезеровании. Установив прижимы, такое не должно случиться. То есть фрезерование должно быть идеально ровным. Обороты поставить фреза большая, на шестерку можно, включая стружку удаления. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Клейку выполняю при помощи скоб, есть фильм, есть видео, подробный рассказ, зубная щетка. Немножко убираю, очень жарко и потом ножом еще убираю пока сырое все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так вылетит готовая столярная работа Небольшая работа Сегодня был мастер-класс Уроки для начинающих мастеров Друзья, рамочки изготавливалось попутно С большой столярной работой И как-то, наверное, неудачно я снял И на все моменты были показаны При изготовлении этой рамочки Ну, изделие насколько простое И главное, друзья, увидеть форму Увидеть линии Увидеть детали, из которых состоит эта рамочка И, думаю, повторить такую столярную работу Будет легко и просто Снизу небольшие лапки, ножки Крепление для того, чтобы Эта рамочка устанавливалась и стояла Еще я забыл сказать, наверное Главное назначение этой рамочки Рамочка должна устанавливаться сверху на мебель Такое было пожелание И заказ от клиента Часто, друзья, говорю, что При изготовлении столярных работ Надо придерживаться чертежа Надо придерживаться хорошей техники исполнения И придерживаться отличной финишной отделки Выполняя три составляющие В конце получим хорошую столярную работу Я чертежи делаю очень редко В основном стараюсь делать наброски на бумаге Вот я делал набросок А когда посмотрел на готовую работу Мне показалось, что эта рамочка Корнями уходит в сторону Индии В сторону Японии Если вы заметите в моем дизайне Что-то необычное, напишите Будет интересно Простая работа Размером 20 на 30 Сейчас, конечно, я вставлю стекло Я вставлю фотографию Клиенту надо сдать Чтобы рамочка была готовая Посмотрите с обратной стороны Как выглядит Все аккуратно Клиент пожелал, чтобы лак был блестящий Поэтому Степень блеска Глянец Материал Деревовязка Рогач Красивая работа Хотя и простая работа Но эта работа Нравится и автору Я не часто такие Говорю слова Но на эту работу Можно сказать уверенно Хорошая работа Красивая работа Добротная Я думаю, такая работа Понравится клиенту Ваше мнение я узнаю Из комментариев Так что комментируйте Оценивайте мою работу Задавайте вопросы С уважением Владимир Иванович